друзья всем доброе утро я сегодня отоспался отдохнул вообще в горах здесь рядом с этой речкой спал как младенец несмотря на то что поздно уснул в час или в два часа ночи проснулся в 9 вообще как огурчик выспавшийся и в хорошем настроении короче говоря все супер съеду опять обратно туда в сторону моря запад и буду продвигаться на юг туда сторону коры по побережью потому что здесь горах и во-первых и дождик моросил в частном выше где ехал и такие стояли морозь было и тучи такие стояли так понимаю сюда осадки приходят и стоят здесь потихонечку тучки выпадают вот типа как в горах вот такие же там выше тучки а возле моря естественно этого нет и на пляже может быть даже солнышко сегодня будет в общем я думал сначала шум реки мне будет мешать спать потом окна все закрыл и просто как будто будут кондиционер иногда так бывает чуть шумит воздух просто чистейший кристально чистый и видимо какая-то такая энергетика прям рядом с этой рекой и вот просто все что какую-то усталость все прям она забрала и смыла и наверное издревле исторически поэтому люди хотели где-то спать рядом с водоемами с реками и селились тоже рядом с этим и возможно даже у меня какая-то генетическая память сработала и я прям здесь в общем отдохнул очистился и теперь могу ехать дальше по своей любимой турции кстати вот я еду 60 километров в час и со мной там уже вереница пристроилась машин очень большая покажу там куча целая машина а вот один решил обогнать и вон сколько еще машин и вот эти машины они едут за мной спокойно никто не сигналит мне никто не фарит едут просто все спокойно все понимают что я ну наверное так хочу просто ехать и все вот в турции так всегда везде ну наверное если поехать куда-то в стамбул в какой-то мегаполис в анкару я так не хочу ехать в анкару там наверно тоже дурдом ну в плане того что на дорогах я имею ввиду нервничают все люди и в общем вот по вот таким местам по деревням по вот таким дорогам классному собака лежит мне прямо удовольствие доставляют кататься по турции и я вчера заехал я понял что в турции настолько чистые дороги что у меня машина отмылась то есть обычно мы где-то едем там по россии по грузии там еще где-то пачкаем по на по казахстану пачкаем машину об дорогу о дорогу об дорогу и на дороге пачкаем машину а здесь она моется и у меня вот колесные на арке все помылись то есть настолько чистое само полотно и плюс ко всему еще дождик такой проходит и вот это все то что от колес летит она просто моет машину и в итоге машина чистая и снаружи и внутри чистая везде чистая лира обесценилась за год примерно в два раза но и соответственно и цены тоже выросли потому что те отели в которых я останавливался в прошлом году год назад они стоили примерно 400 500 лир сейчас они могут стоить 800 900 и то же самое и да допустим кофте в прошлом году там 40 лир стоило 50 сейчас где-то 100 лир стоит и возможно это связано с тем что сейчас сезон начался но опять же сезон как вот для меня вот честно говоря загадка сейчас в связи с этой геополитикой все порты говорят не работают то есть паромы не ходят не сочи не стопс они с керченского пролива не откуда очень много паромов было а на верхнем ларсе пробка и как людям сюда попасть ну вот они хотят на машине приехать к примеру самолете это понятно можно долететь а а вот если на машине допустим лететь как ехать вернее и мне кажется вот это вот часть турции сейчас будет то есть сюда много людей именно приезжала вот с россии под через черное море и здесь именно много отелей мне кажется которые рассчитаны именно на российских туристов и вот допустим здесь ну я вот еду сейчас вот вот я жил сегодня в отеле он в принципе там рассчитан там комнат 20 наверное и там по моему две или три комнаты только было заселено несмотря на то что сейчас как вот уже все сезон начался и много людей именно срана и служащие тоже прямо на иранском говорят и иранцы то есть здесь работают опять я вернулся к морю вот следующий город у меня будет ризе по моему если я не ошибаюсь и после него трапзон города вроде бы маленький но они прям так застроены серьезно многоэтажками и у меня такое ощущение что я вот здесь где-то еду по японии потому что вот это вот где я сейчас был там тоже речки такие бывают текут и много всяких таких разных зарослей и у них примерно вот выглядят тоже так же небольшие городочки если ехать они тоже вот так возле моря и тоже так многоэтажки стоят особняком частные дома есть и ну примерно похоже на сейчас вот 11 почти 12 часов рабочий день и дороги какие пустые то есть трасса это не магистраль обычная трасса но трехполосной машин вообще практически нет то есть зимой как бы да это нормально то что не сезон а сейчас вот где все люди где все туристы где все мне кажется что это все равно связано как-то больше с геополитикой такие песчаные прям бухты красивые есть я не знаю там наверное не заехать потому что здесь съездов нет пляж очень прям места такие классные красивые и нет толп туристов вот этого всего спокойненько я думаю это связано вот с геополитикой с тем что паром и сейчас не ходят но опять же возможно паром и ходят но просто об этом никто не знает и там фуры как-то ездят не знаю нужно понимать если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях с турцию в россию сейчас какие-то ходят по морю через черное море паромы или нет здесь практически всегда дороги и туннели я не знаю как они этого добились но во первых у них платные дороги очень мало стоит во вторых туннели бесплатные то есть ехать по ди-400 вы по ней проедете практически полностью там в некоторых местах только на юге самом начале возле вот дачи где он там начинается возле мера где-то заплатить и все а здесь вот как бы три туннеля и причем вот по 600 метров там по километру кстати я сейчас здесь проезжаю здесь есть одно очень интересное место я туда не поеду наверное специально туннель 14 километров представьте туннель 14 тысяч метров выкопали дурки через гору и он проходит 14 километров вот если сейчас поехать туда на восток налево там есть в горах туннель но вы его через google можете найти я думаю я туда не поеду по нему кататься возможно он даже еще и платно вот это как бы 1200 метров туннель сейчас я еду до этого 600 метров а там 14 километров туннель причем он здесь рядом находится недалеко в горах я уже заехал в город резе и вот хочу ваше внимание обратить видите у них здесь набережная и прямо на набережной стоят мангалы то есть мангалы уже сделаны поставлены для людей чтобы они здесь могли собраться сделать себе шашлык какой-то приготовить пожарить и в общем насладиться парком и видом на море там беседки все то есть по сути даже не обязательно с собой мангал фразить в турции они здесь везде и так есть вам нужно просто трава какие-то уголь с собой привести и все друзья значит собрался здесь в горы и обнаружил что вроде как бы здесь выращивают чай чайные плантации большие и прямо очень хорошо так поднялся там море город резе туда прямо здесь вот как все в турции любят обрыв чайки собаки все вместе высота здесь 350 метров над уровнем моря прям хорошо я так набрал высоту неожиданно но там у дорога очень крутая такая по моему вот это вот отель если я не ошибаюсь я сейчас туда зайду посмотрю возможно переночую здесь смотрите друзья здесь и чаек и собака этих кормят очень хорошо вот это вот это крылья птичьи и ну скелеты грубо говоря птичьи ну и все такое и конечно же здесь им кайф вообще и плюс ко всему еще смотрите какой вид просто какой-то очаровательный роскошный собаки наелись и теперь чайки пришли прилетели тоже кушать и чайки вороны короче говоря все здесь кайфуют в турции каждый день я по-прежнему удивляю в чему-то ресторан но опять же они ни слова не знают ни по-английски не по-русски естественно я заказал чай говорю чай есть она говорит только в чайнике и вот он вот так вот подогревается очень круто и там сверху заварка здесь горячая вода и можно кайфовать сколько угодно сейчас он мне еще рисовый пудинг привезет сутларч и кунехе это десерты сутларч десерты турецкие вот с видом с таким вот парковка только вот на дороге вот на этой проезжей части а я бы не хотел здесь оставлять но он сказал есть камера ну не знаю на ночь как-то не очень мне кажется оставлять машину прям на дороге он говорит вот там где собака лежит там можно припарковаться в принципе весьма такое интересное место и такое летнее как раз для лета тут лапш рисовый пудинг чай вот так вот приносит здесь заварка сверху снизу горячая вода и вы наливаете себе сколько хотите можно здесь пить целый день сидеть смотреть вот координаты этого места можете поставить на паузу отзывчивый персонал здесь вот охранники лежат но я принял решение не останавливаться и поехать дальше пока едется проезжаю вот этот вот город резена сквозь и прям вот центр его здесь вот дрова продают и вообще во во-первых ни одного туриста нет во вторых вот в таких городах вы всегда можете окунуться именно в атмосферу а именно вот увидеть как живут местные жители на самом деле как какие здесь цены ну и вообще в целом вот познать культуру и какие-то традиции именно вот турции вот в таком месте прям можно очень хорошо здесь вот рядом проходит трасса и 70 и мне до следующего отеля он тоже где-то находится в горах еще ехать 20 минут ну посмотрим что там здесь это вообще просто вообще не туристический не капли город резе но он и не маленький вместе с тем здесь вот так вот переходят пешеходы дорогу на красный свет такой немного хаотичный город кстати вот это вот брусчатка тоже каменное покрытие как в батуми как будто бы кто-то из местных жителей строил вот такие у них цены черешня стоит 40 лир килограмм 50 лет есть и персики 25 лир примерно персики 1 доллар черешня чуть больше доллара но два доллара грубо говоря наверно цены такие же по сути как в алмате и чайный стаканчик вот такой вот турецкий и вот я вижу листья и здесь есть чайный базар то есть в резе здесь выращивают чай то есть это так я понимаю чайная какая-то наверное столица турции потому что я больше нельзя не встречал чтобы чай в турции выращивали я видел и бананы и что только не растет а вот именно чай чтобы выращивали это я вот здесь первый раз встречаю и там я участка как раз я был на на склонах наверху этот как раз таки там и чай растет только что заехал в город трапзон пожалуй это один из самых крупных городов на моем пути в этом путешествие по турции такие вот туннели я заехал сейчас трасса 010 и прям большой такой серьезный туннель под земля проходит что еще нужно отметить здесь очень много всяких разных отелей соответственно инфраструктура развита очень хорошо многие покупают здесь себе сим-карты обменивают валюты там какие-то счета в банках открывают потому что в принципе это но один из самых таких крупных городов в этой части если вы попадаете сюда здесь пожалуй это самое такое крупное место будет вот тойота центр я даже вижу и что еще я думаю все в принципе и такое самое необходимое здесь можно сделать вот пожалуйста то эту центр там всякие разные машины дает но я думаю необходимый сервис можно получить спокойно город находится примерно на город здесь тоже также находится на на горе можно сказать на сопках на возвышенности то есть возле моря и туда уходит вверх типа такая гора я так понимаю что здесь наверное есть скорее всего и крепость да и вот меркур отел и холидей но все европейские отели в принципе здесь представлены много бутиков я думаю одежду здесь можно купить но и соответственно здесь всякие разные супермаркеты и гипермаркеты есть в принципе я думаю самое необходимое все здесь в этом городе можно получить я еще не въехал друзья и это только вот окраина трапзона 10 километров еще до трапзона вот здесь тоже вот эти вот рамада есть отели это сеть отелей они даже в казахстане у нас есть и по всей турции турецкая сеть отелей очень такая интересная на все отели почему-то подняли цены я не знаю почему даже самые какие-то такие простенькие отели 90 100 долларов я даже ставлю на одного человека и все равно почему-то высокие цены я сейчас проеду туда дальше посмотрю какие там есть тоже варианты на сегодня и какие цены есть в самом трапзоне такое любопытное зрелище прям можно с дороги понаблюдать как прилетают во-первых самолеты и как они взлетают то есть здесь это вот все вот так вот рядом прям с трассой и аэропорт там конечно же забор есть но в принципе можно посмотреть как это вообще все происходит весьма любопытно это вот самолеты в том числе и частный вот самолет я там вижу стоит и значит вот он сейчас пойдет будет взлетать и это все можно вот так вот прям с дороги увидеть ну и когда они смотрят тоже прилетают тоже наверное здесь очень красиво будет поэтому поэтому можно найти себе разные различные развлечения в этом городе но он такой не плоский вверх вниз постоянно идет и достаточно большой город здесь тут же рядом и марина у них вот с правой стороны и вот так он весь то есть горы сопки холмы и там вообще все застроено но город большой прям такой большой-большой по сравнению со всеми городами которые я проезжал это пожалуй самый большой город в этом путешествие по турции вот как я там заехал и так здесь и начинается этот город идет 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 набережная здесь большая очень здесь по всей видимости какие-то ну не совсем новые дома потому что новые там на горе и на возвышенности и очень большой город с городами спутниками ну наверно у него протяженность километров 30 может быть даже больше он после берега прямо так вот протягивается и проходит достаточно далеко здесь и набережная такая тоже большая широкая прям вообще гигантский нужно сказать город он наверное примерно такой же как мерсин может быть только мерсин с той стороны на том берегу ну такой большой город я думаю его еще тоже туристы не успели облюбовать и цены еще здесь пока держатся на нормальные на недвижимость и на все такое но город очень большой и прям здесь реально все 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 есть что вам может понадобиться друзья я решил здесь значит уйти туда получается на восток в сторону материковой части Турции уехать от берега и там есть как раз монастырь на скале очень красивый такой в принципе монастырь одна из самых главных достопримечательностей этого города ну и этой местности наверное и скорее всего я там продолжу уже свое путешествие по именно центральной части города вот это сумела монастырь монастырь это по моему он если я не ошибаюсь вот там с левой стороны я развернулся с левой стороны у меня море и с правой стороны значит туда дорога уходит и как раз трасса тоже туда и 97 уходит возможно я посмотрю я там где-нибудь переночую сегодня возможно я завтра опять вернусь к морю и поеду дальше по морю там дорога чуть-чуть короче получается но здесь зато есть достопримечательности всякие разные в горах причем этот монастырь находится наверное примерно в 30-35 километрах от города Трапзон дорога и 97 такая здесь трасса широкая магистраль через горы проходит но она здесь две полосы в одну сторону две полосы в другую сторону и туннели то есть здесь практически этого не заметно а вот 1360 метров туннеля друзья здесь у нас прям такой ливень ливень пошел в горах я думаю это вообще не редкость и возможно я не знаю завтра какая будет погода может быть даже не получится у меня посетить этот монастырь для сопримечательности и придется опять туда возвращаться к морю потому что там хотя бы такого дождя нет если я правильно понимаю может быть я сейчас туда выше поднимусь там может быть будет типа такое плато и таких гор не будет а здесь вот возле моря в этой части прям такой сильный дождь и вчера и сегодня под вечер 9 минут осталось до отеля я уже доеду посмотрю но вроде как из практики что мне подсказывает что если погода пасмурная то где-то вот здесь в горах наверное обязательно дождь будет и говорят что вот эти дороги прям сильно размывает горные и ну наверное лучше сюда вообще не ссоваться не знаю как это от времени года зависит или нет но вот если пасмурная погода то ну как то вот так вот прям сильно дожди дожди идут мой номер в горах на сегодня стандартный номер типичный с белой кроваткой но и плюс ко всему вот с таким вот балконом и видом здесь центральный стадион и там где-то монастырь этот в ущелье это все находится весьма конечно же так симпатично это все выглядит речка там течет ну нужно отметить что прям вау очень круто все стандартно как пожалуй во всех отелях ну тысяча сто лир я думаю с завтраком это нормально самый главный чайник есть а водички нет это чуть меньше 50 долларов а там мостик они сделали из вагона что это здесь напротив новое здание они разрыли здесь скалу гору вот эту укрепили частично и построили вот это вот все наклеечки на но на окнах новое здание но она до сих пор не заселено ни один человек там не живет еще есть вот такой вот ресторанчик там внизу парковка и что любопытно что здесь все пусто я думал здесь зимой пусто оказывается летом здесь вообще пустота мне сказали что здесь будет завтрак ну я даже не знаю по-моему кроме меня здесь вообще даже никто не живет по-моему кроме меня здесь вообще даже никто не живет дети зарядку делают и идеальное место для релакса вообще никто не побеспокоит